Вопросы души всегда беспокоили человечество. Так или иначе, каждый человек на планете Земля рано или поздно задумывается, кто я с точки зрения души. Но ответов на эти вопросы чаще всего мы найти не можем. Или же мы находим ответы, но мы в них не верим. Или же мы находим ответы, но они не являются правдой. Для вас этот ответ решен раз и навсегда. Как это произошло? Для меня он не решен раз и навсегда. Для меня это было тоже интересно. И вообще об этом не думала. И пришла я к этому совершенно неожиданно, потому что я имела свою профессию, которую я любила и была полностью. И оно получилось само собой как-то вот невзначально. Очень интересно. Очень интересно. Началось, что вдруг какие-то пошли разговоры вокруг по поводу прошлых жизней. И сидя за большим столом в какой-то компанией. Я услышала разговор на другом конце стола. Кто-то говорил про прошлую жизнь. И я внимательно слушала весь разговор, невзирая на вот этот вот шум за столом. И я нашла фасад регрессолога, и пошла. И сделала одну сессию. На этой одной сессии было достаточно, чтобы этот клубочек начал крутиться. Что вы узнали, что вы увидели, что вы почувствовали на этой сессии? Эту сессию я сделала с запросом, что я понимаю, что я живу свою жизнь. И что у меня в принципе все есть. Почему я чувствую себя полностью невидимой и нежеланной. И невидимой. Вот невидимой. И потому что я чувствую себя невидимой. Даже автоматически двери передо мной не открываются. И даже ожидать, когда кто-то подойдет еще кто-то. Когда мы входим вместе. А вот передо мной вот я не видела. И этот специалист был, так сказать, на пополам специалист. Теперь я понимаю. В этой комнате было так напулино. Везде стояли бегометы с опорками. Но в принципе ничего мне не помешало. И я получила вот эту вот информацию. Я увидела себя стоящую на пороге. И вот этот специалист говорит, поднимись по ступенькам. Я говорю, ступеньки ведут вниз. Я стояла в шестнадцатый вверх. Я стою в огромной входе, в огромной кухне. Ступеньки вниз. И там стоит женщина. Большая такая толстая старая женщина. И я не могу зайти, потому что она меня еще не позвала. А потом, через какое-то время, она говорит, еда на столе. И, например, солок спрашивает, как тебя зовут. Я говорю, еда на меня никак не зовет. Она меня вообще никак не знала. И тут я начала еду. В нашем оказалось, что я, так сказать, дитя. Я ее внучка. И дитя, так сказать, зачатая по любви. Мальчика взяли в армию. Мальчик умер. Погиб там. Мальчик погиб. И она осталась вот эта вот беременная дочка. А замуж она выходить не хотела, откуда ее бабушка, мать ее засовывала. И пыталась ее как-то женить, выдать замуж. Она, так сказать, никакую. И она умерла во время рода. И я осталась, так сказать, живой позор. И вот она меня так вот не смогла убить, потому что уже один человек уже умер. Потому что она хотела меня убить, но не смогла. И вот так вот я жила. И от этого вот эта вот невидимость. Фантастика. Фантастика. И после того, как я это все пересмотрела, перечувствовала, то есть она все слетела. Это все я несла чужие проблемы. Не мои проблемы. Не из этой жизни. Я это поняла. И она все слетела. То есть вы стали видимой с этого момента? С этого момента я стала ощущать себя видимой. Скажем так. Потому что, в принципе, я веселая, я яркая. И меня видно. Я знаю, что меня видно. Но когда вот я себя не ощущаю видимой, так оно и получается. Фантастика. Я жизнь в 16 веке в Голландии. Нашла этот город. Клинфол он Айн. Он Исланд, Айнсланд. Что там в таком доступе? Фантастика. После этого вы принимаете решение заняться этим вопросом более, разобраться с этим вопросом детально. Какие дальше ваши действия? Что дальше начало происходить в вашей жизни? Вы знаете, Артем, ничего я не решаю. То есть вот она получилась и получилась. Я продолжаю работать в своей работе. То есть я, как я говорила, я не очень люблю. И все нормально. И в какой-то момент, на большом сборище, Вещина, которую я очень немножко знала, И она подошла ко мне, и мы начали разговор. Как бы начали разговор. Подошел разговор, послать регрессию в прошлой жизни. И она, как мне начали, сказала, что она записалась, подала заявление. Будет курс. И она, куда я еду, сказала, Замечательно. Жала этим успехом. Разошлись. Никаких эмоций. Ничего. Через две недели это все повторяется. То есть это в таком же плане собрание, митинг. И она опять идет через всю залу кому. И, здрасьте, здрасьте. И она опять начинает разговор на эту же тему. И я ей говорила, что человек очень рада. Хоть имеет отношение ко мне. И все, мы разошлись. И начали появляться разговоры. И где-то на какую-то встречу мы с каким-то молодым человеком разговариваем. Все танцуют, а мы говорим про прошлые жизни. То есть начало все загущаться. И когда третий раз она подошла ко мне. И сказала, что это его последний. Это его последний тренинг. Он приходит на пенсию. Я говорю, ну дай координаты, дай имя. Она мне дала. И я подала туда заявление. Я выучила наизусть все, что я должна говорить. Потому что все на английском. А это было в 2001 году. Так что я цветовый ученый всю мою правду, которую я должна ответить. И он взял трубку. И я опять все ему выплюнула. Не ожидая, что он возьмет крючка. И он говорит, Рифа, мы тебя ждем. Рифа, ты должна быть здесь. Мы посылаем деньги. И вот так вот оно получилось. Совершенно неожиданно. Совершенно неожиданно для меня. У меня такое ощущение, что меня просто туда отвлекали. Потрясающе. То есть, вы не мечтали в детстве быть той, кем вы являетесь сейчас? В детстве я мечтала быть партнихой. Я мечтала быть затощицей. Я мечтала быть модельером. Я мечтала быть зайцевым. Фантастика. И я шила прежде, чем я научилась читать. И у меня была жизнь. Я ее потом нашла. У меня была жизнь, в которой я была очень талантливой швеей. И я создавала такие платья, шторы, занавесы. И все, все, все. И я была на расходах. Это был мой дар и мое проклятство. Потому что из-за этого дара всякие страсти были. Так что я его принесла в эту жизнь. И вот так я хотела. Сейчас я слышу такое, что люди, наделенные определенными талантами, которые на ваш, как вы говорите, по вашим словам, приходят к нам как наследие прошлых жизней. Это такой вот выбор. Ты можешь его делать, а можешь и нет. Как правильно сделать выбор? На что опираться? Вообще существует ли этот выбор? Выбор себя существует. Потому что у нас есть свободный выбор. Мы здесь, на земле, наделенные свободным выбором. И мы о нем говорим вот сейчас. О свободном выборе. Да что значит свободный выбор? Свободный выбор – это твоя реакция. Выбираешь ты только свою реакцию. То есть тебе даются три дороги, как у тех, как у деревьев. Пойдешь туда, пойдешь туда, пойдешь туда. И выбор твой. Кто ты хочешь выбрать? Бывает такое, что обстоятельств ты не можешь выбрать. Ты можешь выбрать только свою реакцию на обстоятельства. Согласиться, отказаться, сделать вид, что этого не существует. Пойти вперед, пойти назад. Вот это вот. Я сейчас слышу еще один важный момент. Правильно ли я понимаю, что человек приходит сюда для того, чтобы научиться делать выбор в отношении своем к чему-либо? Даже если происходят, на первый взгляд, чудовищные вещи, можно принять решение, сказать, что это же все к лучшему. И тогда это правильно. То есть тогда выбор сделан правильно. Мы не знаем, или это все к лучшему. Во всяком случае, мы человеки. И мы не знаем, или это к лучшему. Мы сделаем выбор так, как мы можем сделать. Но некоторые делают выбор, потому что, как сказал один из моих клиентов, мы спрашиваем об этом. Когда ты знаешь, что выбор правильный? И он сказал, что существует вот такое вот чувство, абсолютно четкое да. Вот-вот где-то в груди. И когда вот ты чувствуешь вот это абсолютное четкое да. Когда надо идти, так сказать, по этому пути, то есть это правильный. Он может казаться неправильным всем остальным. Но ты для себя знаешь, что это именно то, что ты должен делать. Это согласие вот с этим вот внутренним зовом или уверенностью. И все остальные могут быть абсолютно против. Ну, потому что это их выбор. Потому что это их выбор, потому что это ваш выбор. Иногда, так сказать, ты не знаешь, что это будет выбор. И тебя, так сказать, мило толкают. Вот меня толкали туда. Меня в эту профессию толкают. То есть сейчас я на своем месте. Сейчас я знаю, что я на своем месте. Я делаю свое дело. Но до этого дело у нас было созреть, выросло. И первую половину жизни, то есть я бы не могла делать это дело. Потому что я еще не выросла к этому делу. Так интересно. Мы сейчас говорим про эволюцию личности в рамках жизни. Да? Нужно вырасти. И мне интересно, а есть ли эволюция души в рамках вот этих путешествий? То есть для чего происходят эти путешествия, повторяющиеся раз за разом? Душа живет там. Там она растет, там у нее есть друзья, приятели, наставники, все. Душа там. Здесь или в других местах это деловые командировки. Деловые командировки. Мы здесь в командировке. Мы здесь в командировке. Да, да, да. Это не отдых. Это командировка. Для чего она нужна? Чтобы получить впечатление. Чтобы набраться опыта. Чтобы испытать что-то новое. Чтобы получить какие-то новые навыки. В разных местах. В разных делах. В разных ситуациях. Есть такие галактики, можно правильно сказать, которые вымирают или на другом уровне развития. Все, что души собирают здесь, они могут отсылать в другое место. У нас здесь очень-очень интересные услуги. У нас здесь очень интересные услуги. Мы все еще используем речь. Мы все еще можем понюхать и можем попробовать. Это хорошо? Чувствовать. Очень много мест во вселенной этого не имеют. Они уже выше этого. То есть мы идем с радостью к тому моменту, когда мы начнем читать мысли на расстоянии. И перестанем разговаривать, наверное, тогда. То есть инструмент речи – это не эволюционная вершина развития, а наоборот? Это в какой-то момент, да. А потом мы начинаем считывать мысли. И дети, вот эти дети, которые сейчас появляются, они уже обладают вот этой способностью считывать мысли. Фантастика. У меня раз в формате ребенка сейчас. Многие дети приходят с этими способностями. У меня был ученик, и я была учительница музыки, чем у многих лет. Замечательный мальчик четырех лет. Очень хороший, веселый, особенный мальчик. И однажды он пришел очень рад. Я сидела, писала репорт как-то. Это, ну, вот эти дневники. Не совсем дневники, но я не знаю, как это сказать. Я сидела, писала про каждого ребенка. Я там давала отчет, записывала. И он пришел очень рано. Я посмотрела, когда он зашел в дверь со своей мамой. И я, ах, потому что я должна прекратить все это. И все мое дело прошло. И он пришел, и он отказался играть. Он отказался играть. Он пришел, сказал маму. Идем домой. Устроил стандал. Пошли мы домой. И она позвонила. Я не знаю, что случилось, но он больше стоит на занятиях. Фантастика. Это фантастика. Это фантастика. И я извинялась, как... Вот честно, на полную катушку я ему сказала, что я чувствовала, что я понимаю. И все, все, все. Я перед ним абсолютно извинена. Но он остался непреклонен. Не, не, не. Он поменял свое решение, и мы с ним продолжали прекрасно заниматься. Ах, класс. Потому что... Да. Ну, потому что вот он считал, что я не захотела его видеть. Он же ребенок, вы не понимаете, я работаю. Ну да. Он ребенок. То есть он почувствовал, он понял мою реакцию, прочитал ее и решил, что я не хочу его видеть. Как много... Да. Как часто дети делают такие выводы, и родители не знают про эти выводы. Да. Возвращаясь к вашей профессии сейчас, к вашей специальности. Да. Разработанный метод. Soul Body Alliance. Интеграция души и тела. О чем он? То есть, что это за метод? Как это работает? В чем он полезен? Метод интеграции души и тела разработан. И он разработан, потому что я работаю с методом Антона Ньютона. Я русскоговорящий специалист с этим методом. И в 2012 году я получила запрос от женщины из Москвы. Женщина больная. И она хочет попробовать, если это возможно. Потому что мы в то время не делали никаких сессий дистанционно. Институт Ньютона разрешил пересмотреть свои позиции. И дал официальное добро на Лайф де Пенуа дистанционно только в 2020 году. В то время не было ничего доступного. Но ее письмо было настолько... Ее письмо меня как-то затронуло. Настолько, что я стала мне откуда-то придумать. И мы стали делать сессии. Все эти короткие... Около часа, 50 минут. И все это. И во время этих сессий мы начали потихонечку, потихонечку, потому что она не могла это долго просидеть в этом состоянии. Мы с ней стали потихонечку рассматривать ее организм. И мы нашли, от чего это заболевание, почему это заболевание. И мы стали двигаться дальше, стали двигаться дальше. И она стала поднимать руки. У меня был склероден. Заболевание суставов. То есть она была как памятник. Она стала поднимать руки. Она стала ходить по комнате. Она стала выходить с третьего этажа вниз. То есть у нее началась новый этап жизни. И за это время вот эта вот система разработана. И она встретила своих наставников. И все, все, все. Получилось очень интересно, очень насыщенно. Намного легче выдержать эти маленькие сессии. И с тех пор в 2012 году я этим занимаюсь с людьми, которые живут далеко от меня. И добраться до него не могут. Но теперь со всеми, кто хочет попробовать. Вот так. То есть теперь есть возможность работать удаленно, дистанционно, онлайн. Теперь есть возможность работать онлайн. и онлайн with онлайн. И вот эта система, методика интеграция души и тела. То есть можно работать онлайн, потому что энергия не знает границ. Энергия не знает расстояний, энергия не знает никаких лиц. Правильно ли я понимаю? То есть я, сидя здесь дома, могу связываться с вами и онлайн в таком же формате пройти эти сессии. Что я могу получить? Что я могу открыть для себя? Что изменится в моей жизни? Всегда ли сессия отталкивается от запроса? Вот я чувствую, что моя жизнь зашла в тупик. У меня болезни, что-то происходит не так. Я вижу, что я уперся в какую-то стену, не могу пройти. Мне хуже и хуже с каждым днем. Это ли вот эти причины обратиться к вам за помощью? Это одна из причин. Какие есть еще? Есть причины, люди просто хотят узнать себя в тупик. Тогда у нас другой немножечко подход, потому что если нет причины вот этой вот, на которую надо обратить внимание, мы ищем и рассматриваем и путешествуем куда угодно. Узнать себя душой это великое радость, это великое счастье, потому что существует два эго. Одно человеческое вот это мозг и вот это вот натура, а другое это эго души. И они не всегда одинаково. Очень часто они совершенно другие. То есть может быть очень мягкая, очень молодая душа соединяется с жестким, напористым телом, с мозгом. Это одна ситуация. А может быть наоборот. А может быть наоборот. А может быть очень милая, очень добрая, очень покладистая эго человека соединяется с душой, которая знает, что ей надо. Что делать? И что делать тогда? И что делать? Вот человек так сказать милый, добрый, ласковый, отзывчивый и покладистый. Но в какой-то момент душе надо именно вот пойти налево, предположим, или направо, или сделать вот этот шаг. Вот мы подошли к этому, вот здесь вот надо делать. И вдруг этот человек, мягкий, добрый, покладистый, начинает быть простым и достигает своего. И потому что он обычно мягкий, добрый, покладистый, то есть это воспринимается как что-то неожиданное. Но здесь он ничего не может сделать, потому что душа, так сказать, толкает. Как договориться? Как услышать? А договориться, наверное, очень просто. Если вот эту вот энергию двигать в то русло, то есть вы уже знаете, что в какой-то момент, если начинается вот такое вот поведение или вот этот вот драйв, Какое слово можно сказать, драйв? Ну, напор, да. Напор. Вы идете с этим напором. Потому что по истории вот этих вот эпизодов, вы понимаете, что этот напор нужен, он имеет смысл. Вдруг вы встаете за, выступаете за какое-то важное дело или продвигаете какую-то идею. То есть здесь получается, что вы становитесь танком. Понимаете? Вы, так сказать, не убираетесь уже, а вы идете с этим. Используя то, что вы милый, что вы мягкий, что вы всегда и вы находите пути, не пугая людей, потому что вы милый и мягкий и отзывчивый, не пугая людей, не настраивая против себя. Вы двигаете вот то, что вами двигает. Правильно ли я понимаю, что разгадав, какая она душа, мы можем уже не бояться, а понимать, кто тот, кто сидит внутри. Да, да. В принципе, бояться нечего. Это иногда появляется, не понимаю, что... Не понимаю, что такое. Не понимаю, что случилось. Да. И кто меня на это, так сказать... Толкает, да. Толкает, да. Не понимаю, что случилось, вдруг я повернулся и пошел. Или вдруг я не пошел. И вдруг я сказал, все, достаточно. Фантастика. Можно ли сказать, что при помощи вот этой практики, интеграции души и тела, можно осознать свое предназначение, свою миссию, цель в жизни? Можно ее увидеть, понять? Я думаю, что это можно понять при любой практике. Это, в основном, lesbian life. Это, так сказать, Майкл Ньютон, основатель этой методики, занимался, так сказать, 30 лет. И он создал методику. И чем она хороша, что для нее нужно особых талантов. Этой методики, талант, вот, талант фасилитатора... Фасилитатора, да, да. Фасилитатора не нужен. Не нужен особый талант. Как-то я была на каких-то там курсах, и человек, который вел эти курсы, давал свои методы, то у него все получалось. И как у него все это было хорошо. А когда мы стали это делать, оно не так получается. У него еще был дар, который он, так сказать, вкладывал. А вот без этого, если у тебя есть этот дар, все получается. Плюс его методика. А вот без этого дара уже намного трудно. У Пайкла Нилтона вот этого дара не нужно. Если ты точно делаешь, что нужно сделать, так сказать, ты придешь к этому результату. Если у тебя есть дар, ты придешь быстрее. А без дара ты тоже будешь. Фантастика. То есть этому можно научиться? Этому можно научиться. Учение, в принципе, это не начальная школа, это высший пилотаж, я думаю. И как любой высший пилотаж, он требует вот этих ступенек. Чтобы дарить. Чтобы ты будешь человеком, который ты хочешь помочь. Не каждый может. Вот так. Можно ли при помощи путешествия в прошлые жизни найти ответы, допустим, чем заниматься на самом деле? То есть, если я строю свой бизнес. Строю, 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 понимаю, что что-то вот мне не устраивает. Я обращаюсь к вам за помощью. Мы проходим сессии. Я вижу, что в прошлой жизни, допустим, я был другим человеком. Ну, допустим, врачом. Значит ли это, что я в этой жизни должен поменять все и буду врачом и буду счастлив? Потому что наверняка у людей сейчас возникнет такая мысль, которая смотрит нас. Ага, если у меня что-то сейчас не получается, может, я делаю не свое дело. Я посмотрю, кем я был и тем я и должен, значит, стать. Так ли это? Не так. Не так. Вы смотрите, как вы вели себя, когда вы были врачом. Вы смотрите, а вы можете быть врачом, вы можете быть партнером, вы можете быть… Фермером. Да. Все угодно, как вы вели себя. Если… И это даже не то, кем вы были, это как вы себя чувствуете. Как вы себя чувствуете. Понимаете? Потому что есть люди, которые собирают вокруг себя большую группу, предположим. И так легко все это делать и делегировать, и все это у них все замечательно получают. Может быть, в прошлой жизни они тоже были в такой же позиции, что вот это вот… люди вот шли к ним, тянулись к ним. Есть люди, которые работали, творили чудеса в одиночку. И если вот этот вот одиночка, чудесник начнет собирать группу, то есть все он делает замечательно. Все восхищаются, а группа не получается. Ну вот… И ему даже не очень нужна эта группа. Понимаете? Что вы, как вы чувствуете себя? Я слышу сейчас следующее, что душа приобретает опыт на уровне чувств. Да? То есть по чувствам можно понять этот опыт, и она его может перенести сюда. На уровне чувств. То есть нужно научиться чувствовать, доверять чувствам. Чувствам надо доверять в любом случае. Я думаю, что это путь. Это путь. Сейчас говорят, что очень много думаешь, понимаете? В принципе, все эти думы, потому что они только мешают. Потому что чувства не врут. Сколько молодых женщин выходили замуж с чувством? Сколько мужчин женилось с чувством? Понимаете? По всем этим обстоятельствам, по хорошим или нехорошим причинам, вот это решение было сделано. А если бы заглянуть и послушать себя, может, это решение не было бы сделано? Может, решение было бы сделано? И чем дальше мы обсуждаем этот вопрос, тем больше появляется вопросов. У меня вопрос такой. Могут ли зрители написать вам вопрос в комментариях или найти вас в Facebook и задать вопросы? Как вас найти? Facebook Рифа Хопсон. У меня есть веб-сайт lifebetweenlife.ca. Рифа Ходсон. Рифа Ходсон. Рифа Ходсон. Постыть душу и тело. Человек, который помогает прояснить, кто я и для чего я пришел. Человек, который помогает совершить путешествия в прошлые жизни и увидеть причину, возможно, сегодняшних проблем и трудностей, человек, который долгое время являлась единственной русскоговорящей представительницей официально Института Майкла Ньютона. Сегодня мы вместе пытались найти ответы на вопрос путешествия души между жизнями. Не все вопросы, которые мы приготовили, были озвучены сегодня. Можем ли мы рассчитывать на продолжение такой же встречи в таком же формате? Я была бы очень рада. Прекрасно. Я была бы очень рада, потому что тем больше мы говорим об этом, тем спокойнее человек может наблюдать за своими изменениями. То есть это перестает быть чем-то страшным и ужасным. Перестают бояться новых ощущений. Я согласна. В завершении нашей встречи сегодня, чтобы вы могли пожелать, чтобы вам хотелось пожелать зрителям, которые посмотрят это видео, если у них тоже есть... Сегодняшняя тема откликнулась. Путешествие души между жизнями, деловые командировки сюда. Как это, что это, какой это потрясающий мир. Я хочу в этом разобраться. Что бы вы хотели сказать слушателю и зрителю? Майкл Ньютон написал несколько книг. Мои книги еще не осуществились. Я вам желаю начать об этом думать. И информация придет. Придет та информация, которая вам нужна. Я буду рада ответить на ваши вопросы. И помните, мы все души, которые живут в командировке здесь. Но наш дом так. Спасибо большое. Спасибо большое. Рифа Ходсон сегодня у нас в гостях. Огромное спасибо за время, проведенное здесь. Интересная тема. Будем возвращаться к ней еще и еще. Пишите комментарии. Как вы относитесь к этой теме? Что вы почувствовали, когда услышали то, о чем мы говорили сегодня? Какие у вас возникли вопросы, идеи? Обязательно пишите их в комментариях под этим видео. И ответ обязательно придет. До скорых встреч. Пока.